всем привет посмотрите какая у меня здесь красота пионы шикарные пионы вот некоторые еще не открылись здесь два букета сейчас я буду их вам поворачивать вот вот такие это вот уже мой муж купил на вот той плантации скажем так которую я вам показывала видео вот он взял два букета вот они были все вот такие были закрытые эти были вообще маленькие иногда даже боюсь дома откроются они или нет и вот без всякой подкормки без всякого какой красивый цвет просто обалдеть надеюсь что видео именно уже на ютюбе вы тоже увидите этот красивый такой вот малиновый не малиновый но обалденно красивый цвет вот такая красота и вот они открываются открываются вот вчера он привез купил все были закрыты вот этим были такие бутончики побольше посмотрите уже как они открылись то есть это вот с той плантации у нас сегодня понедельник также как и у вас я думаю но если вы живете не в америке да или в канаде 1 понедельник июня июнь лето лето ах лето вот такая красота да так у нас лето начинается у нас 12 часов было сирена вода который я вам тоже говорила рассказывала каждый первый понедельник ровно в полдень 12 часов сигнал тревоги это учебная тревога до тренировочная ну вот сейчас у нас уже начало третьего муж поехал за дочкой в школу а я вот решила давненькая что ничего не записывала и вот хотела записать небольшое видео кое-что вам показать рассказать и что же что же хотела показать это вот каждый понедельник вернее воскресенье если они вовремя приносят вечером получаем и вот такой штапели да вот видите много рекламы то есть все близлежащие магазины присылают вот такие рекламные folder через рекламки такие и вот нам не дают забыть о том что очень-очень скоро фадердах фадер это папа день папы и вот все магазины конечно же обеспокоены тем чтобы вы не забыли порадовать своих пап да вот именно папа здесь покупаются папам ну мужьям да вот покупают подарки и вот хотела вам показать что же у нас здесь предлагают да вот вариант трусы и носки совдеповские да здесь не проходит хотя кто знает да опять таки не зарекайся да как кто ну вот допустим мой муж он вообще не приемлет такой вариант подарка как одежда не важно что это будет свитер там что одну может быть там хороший кожаный ремень и да вот это не потому что мы богатые мы не богатые мы обычно средняя статистическая семья ну какого-то рода среднестатистическая потому что у нас интернациональная семья для тех кто впервые на моем канале не знает мой муж голландец нидерландец рожден вырос и прожил вот всю жизнь именно в южной голландии провинция южная голландия и это мой второй брак у меня двое детей первый брак был заключен в украине заключен такое слово ну ладно с русским мужчиной дам и вот от того брака первого у меня мой любимый единственный сын которому вот уже тридцать один год то есть все кто умеет считать сюда быстренько смекнули сколько мне лет я и не скрываю но лишний раз эту цифру называть не хочу и вот уже в этом году ровно 20 лет как я живу в нидерландах почему я здесь и как я сюда попала благодаря моему второму мужу вот это мой второй брак и только поэтому я оказалась нидерландах с мужем я пока познакомилась в италии время во время командировки и завязались отношения вот как он говорил что он влюбился сразу с первого взгляда и через два месяца он решил приехать и навестить нас в украине познакомиться с моими родственниками потом он еще неоднократно приезжал и в общем спустя год мы подали на визу невесты он опять приезжал мы вместе ходили в посольство и вот потом очень быстро я получила визу вы говорили ждать до трех месяцев на получила я буквально в течение трех недель и вот в конце лета я оказалась уже в нидерландах вместе со своим сыном и другого варианта у меня не было и никогда быть не могло потому что потому что я так считаю я не поехала бы 1 я ехала именно с тем чтобы определиться в выборе чтобы пожить несколько месяцев вместе и увидеть человека так сказать в деле да и самое главное для меня были было как сложится отношения моего сына и так сказать будущего мужа если бы эти отношения не сложились то и и моих бы отношений ну как так как они сложились дальше не было бы но вот это это так сказать я по моему никогда еще так не рассказывала о себе но тут к слову пришлось да и вот от этого брака у нас родилась дочь дочери моей вот-вот исполнится 15 лет она настоящая голландка она говорит по-русски да так как я с украины но из русскоязычного города и родилась еще советском союзе да когда основной язык был русский и так сложилось и школы и детские сады университет это все на русском языке но я обожаю украинский язык и при возможности перехожу на украинскую мову яку дужи дужи люблю и поважаю так же как и свою страну свою культуру своего народа но также я уважаю культуры других народов и наций и разделения вот в этом у меня нет ну это такое небольшое отступление на вот кто не пролистал тот послушал да ну вот если у вас есть какие-то вопросы вы можете их задать в комментариях а сейчас вернемся до к нашим баранам вернее оговорка по фрейду вернее к нашим папам нашим мужчинам что же здесь нам вот предлагают вот посмотрите это магазин дуглас вот периодически приходят такие рекламные фолдер час как-то по-русски но рекламки да вот такие и вот они предлагают вот устроить так сказать счастливый папан день и вам это поможет сделать дуглас с тем что он предоставит вам 25 процентов скидки почти на все ароматы начиная с 50 миллилитров да и опять таки по уходу за кожей мужские именно дневной ночной крем кстати маскарас и айлайнерс это типа туши и карандаш для глаз но также и помады и блески так что я не знаю ну наверное конечно же есть и мужчины и папы которые этим пользуются но я думаю что это конечно имеется ввиду что вот практически данный весь ассортимент и вот здесь вот присутствуют вот такие это для тех кто не живет да вот в европе здесь в западной ну может у вас тоже такие вот есть вот раньше нужно было это брать с собой чтобы тебе сканировали вот допустим мужские средства для мужчин по уходу за кожей вот они сканируют это действует вот до 16 июня но также здесь есть код вот посмотрите который которым вы можете воспользоваться и получить скидку 25 процентов если вы будете приобретать что-то онлайн по интернету ну вот это то что касается дугласа вот такая тут у нас сразу же магазин блокер я твой блокер я как-то вам показывала этот магазин рекламки показывала и в магазине и вот пожалуйста вот опять таки тоже скидки до 16 числа его тут 50 процентов скидки на вот такие вот аппараты для бритья дай и зубные щетки что у нас здесь еще ну конечно же ли это все что для барбекю вот все что вы можете купить и очень хорошие скидочки и стаканы да вот и под пиво различные и виски и вода и термометры в общем все 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 и вот такой вот маленькая удобненькая взять куда-то с собой да дальше тема продолжается до подарков и все что связано с кухней здесь кстати голландские мужчины очень многие любят и умеют хорошо готовить вот кстати мой сын выросший здесь сюда вот он приехал когда ему было 11 лет и вот сейчас ему 31 он тоже любит и умеет очень хорошо готовить вот получается я соврала есть вот и носки видите но необычные happy socks счастливые носки вот такие ну по приколу конечно вот и носки и галстуки могут быть тут какие то вот очередные вы можете получить при покупке вот такого игрового до футбола настольного можете получить вот какие-то карточки но постоянно какие-то акции проходят и если вы всех их соберете то что 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 в общем а вы получаете это при каждых 10 евро которые вы потратите в общем дальше здесь кухня продолжается да вот я не буду уже так это останавливаться долго вы можете увидеть сами цены вот это вот конечно хорошие аппараты полезные вот кто любит жареную картошку но вот именно в этом аппарате она готовится практически без масла да что у нас там дальше ваниш теперь вот это помните вот к те кто моего возраста наверное помнят у нас еще в советском союзе были сифоны и вот газированная вода да мы ходили с этими сифонами их заправляли на три литра они были вот у нас дома было несколько сифонов на три литра и была вот такая газировка да вот у нас потом появились какие-то баллончики которые нужно было вставлять но это все было конечно дорого краткосрочно ну вот а сейчас вот опять новый аппарат вот чтобы газировать ваши напитки да вот чемоданы опять-таки лето до приближаются время каникул отпусков то есть очень актуально и хорошая скидка на хороший чемодан здесь вот моя любимая швабра кстати вот этой я пользуюсь уже много лет и именно от этой марки да и ведро вот у меня есть я очень довольна эту я не покупала ничего не могу сказать и есть отзывы от моих знакомых им нравится вот это но вот эта швабра она вообще конечно супер депупер я очень довольна она стоит больших денег но она очень хорошая эффективная вот тряпки кстати к ней тоже не дешевые и они разные но у меня есть обзорчик на эту швабру если кому интересно может посмотреть поискать видео тут батарейки тут же опять таки вот всевозможные да вот вот опять таки все нужное все необходимое что периодически нужно обновлять вот хорошие утюги пылесосы вот пожалуйста для туалета аксессуары вот я вам просто так вот пробегусь покажусь вот будет футбол и конечно футбол не обходится без пива да то есть вот пожалуйста вам сразу чтобы вам было удобно разместить два ящика пива ну или просто сделать покупки на такой мужской вариант здесь вот кофе аппараты вот это вот и голландские сенсео когда он появился очень был популярен сейчас они его все модернизируют все больше и больше а когда я приехала в голландию то большинство населения были вот такие наподобие ну не обязательно этот крупс крупс это не дешевая марка но вот такие куда засыпается в резервуары да с фильтром молотой кофе вы включаете ну вот мы помним это еще с 80-х годов когда стало появляться много американских фильмов и вот там делают этот этот кофе так да это вот работает с такими таблетками как пэтс пэтс они называются в такой в таком флизелинчике плоские такие таблеточки до которые закладываются вовнутрь мы тоже как-то приобрели этот аппарат хотя у нас был эспрессо но этот у нас такой промежуточный был когда меняли один эспрессо на другой полный автомат сейчас вот мы его отдали но очень удобно и если покупать хороший кофе это тоже хороший я знаю что сейчас он очень популярен в америке здесь вот хорошие это у нас известная известный бренд херман это известный повар здесь и вот у него свои естественно свой бренд всяких кастрюль сковородок и всяких аксессуаров для кухни здесь вот то что пригодно и для заморозки да вот посуда и для магнетрона для микроволновки и до плюс 300 300 градусов духовке пожалуйста вот это посуда вот такие у нас ножи для сыра да и вот вот здесь что это но я такую посуду не люблю мне это не интересно здесь вот для детей различные тут аксессуары кремы baby phone и сумки памперсы вот в бассейн с ребенком и на море очень удобно такие трусики ну и конечно же различные яркие красочные надувные плав средства да и вот эти водные пистолеты в общем все замечательно и всего практически сейчас со скидкой но со скидками нужно быть всегда осторожными потому что есть конечно вот сейчас особенно магазин экшен в котором вот были совершенно недавно вот такие великолепные и бассейны и какие-то там единороги очень и очень небольшой цене то есть конечно рынок нужно изучать сюда здесь вот мебель для сада вот такие сейчас в моде да и здесь вот то что написано что это всегда по такой цене вы можете приобрести в блокере вот допустим да эти senseo pets по 386 до или вот для мытья пола по 2 евро ну вот как то так вот опять таки пылесос вот кстати очень простите очень удобный пылесос вот опять таки это моя любимая швабра и уже тут в комбинации с ведром тоже очень удобное ведро то есть вам не нужно ничего выкручивать руками ничего тереть и трогать вот такой вот очень очень удобный комплект и по достаточно привлекательной цене 60 евро тогда как если в отдельности покупать то будет стоить 85 вот такие посмотрите какое классное мусорное ведро вот специально для разделения мусора да вот и для каких-то очисток и для мусора такого и пластика и бумаг в общем такого ну и вот здесь попутно что вот сюда опять таки 20 процентов вот скидки на такую мебель например и вот очень хорошая акция которой я и воспользуюсь мне как раз нужны средства для стирки 1 плюс 1 хратис и ариэль люблю ариэль и в основном конечно и мы пользуюсь ну хотя иногда меняем ну вот это был у нас магазин блокер до хозяйственный такой магазин здесь вот такой магазин он продает дешевые недорогие диваны и кресла но опять таки все что недорого нужно хорошенечко посмотреть сюда изучить вот шикарный угловой диван посмотрите и поднимаются под ноги вот очень удобно да здесь вот такая еще банкетка ну видите электрический этот вот элемент вот кнопочку нажали и вам подняли вот хороший диванчик здесь тоже очень удобный диван потому что подголовники которые можно поднимать от этого все таки во многих диванах не хватает а очень удобно сидеть да вот и опять здесь же посмотрите когда у вас такой вот подголовника удобно тем что посмотрите что вы можно опустить но и можно поднять вот такие вот такие цены это очень очень недорого но в этом магазине конечно нужно очень хорошо обратить внимание на качество, потому что все, что недорого, вы понимаете, имеет свои какие-то проблемы, да, хотя это не всегда. Посмотрите, какой интересный диван, и он еще из мини-холодильника, или мини-бар, как хотите. И вот опять-таки, видите, поднимается очень, конечно, для ножек наших, особенно чем старше становишься, тем вот комфортнее сидеть, подняв немного ноги. Вот такие диваны, вот опять-таки, посмотрите, какая интересная комбинация, и всего лишь навсего 900 евро. Но, опять-таки, вот можно выбирать из элементов, вот показано, и еще вы в подарок получите вот какие-то вот кухонные такие аппараты. Вот такой магазинчик. Никогда мы в нем, конечно, ничего не покупали, я думаю, что, честно говоря, вряд ли будем. Ну, может быть, если так, вот куда-то, там, на чердак какой-то диванчик купить. Ну, теперь магазин интратаун, садовый центр. Вот никак не доберусь я последнее время. Это вот у нас прямо в деревне есть. У меня тоже есть видео из этого интратауна, из этого садового центра. И не одно, и зимой, вот, новогодние. Я вот просто вам полистаю. Магазин хороший. У нас, к сожалению, вот тоже у меня есть видео из Life & Garden, жизнь и сад, садовый центр. Этот убрали, продали, будут строить там дома. Вот, здесь же можно получить, кстати, советы какие-то и по уходу за растениями, да, и по выбору, что подойдет к вашему саду. В общем, такая вот не просто рекламка, а еще и с информацией. Посмотрите, какое интересное растение. Что это у нас такое? Это сали? Это тоже сали? Это все сали, оказывается. У меня вот такая сали. А это тоже сали. Вот этого я не знала. Интересно. Вот, посмотрите, 4 евро, а была 6 акций сейчас. Ну и вот, вот интересные такие. Я, честно говоря, люблю просматривать. Вот, посмотрите, как интересно. И вот совет. Тип – это совет. И вот, если вы хотите сделать маленькое озерцо, у вас маленький сад, а я вам говорила, вот у нас маленький садик, да, дворик, садик, как хотите, но это нормальный здесь, по здешним меркам есть у людей гораздо меньше. А вот, ну, конечно же, есть больше, но за этим стоит очень-очень такая непростая цена. И вот, пожалуйста, вот можно сделать даже в маленьком садике вот такой один квадратный метр озерцо, прудик или как вот хотите, вот туда посадить растения, которые растут именно в воде. Вот как здорово. И вот качель. Вот, конечно, качель – незаменимая вещь. В саду у нас была. И потом вот мы купили новую мебель, качель убрали, потому что она уже и старая была. Но вот, честно говоря, ее немножко не хватает. Вот все-таки успокаивающая такая вот, такой аксессуар в саду. Вот даже не ложиться, а посидеть. А мои любили еще и муж, и сын любили иногда прикорнуть, лежа и так это покачивая, знаете, наверное, еще такой бэби-синдром, да, вот с детства оставшийся. Не докачали, может быть, кого-то. Ну, очень приятно, успокаивает нервы. Вот, пожалуйста, пасси фрукты. Здесь очень-очень популярно. Когда приехала в Голландию, первый раз увидела что-то такое. Там фрукты потом, да, вот они продаются в магазинах. Я когда-то говорила, они такие неприглядные, показывала вам в супермаркете. Кругленькие такие, коричневатые. А внутри они такие, немножко там зернышки и соплеобразные такие. Прошу прощения за такое сравнение. Но они такие достаточно кисленькие, освежающие. Вот именно летом, очень приятные в жару. Ну, и вот как можно, да, вот украсить. Посмотрите, лампочками, как красота. Кстати, такие лампочки можно сейчас купить в экшен. Очень недорого. Ну, вот, что у нас здесь еще. Вот и посадочный материал, да, и вот какие-то советы. И, конечно же, вот такое шикарное барбекю. И вам еще и дадут, если вы его покупаете. А, это можно выиграть. Это можно выиграть. Вот такая, такой грилплат. Так что, вот это был магазин Интратаун. Теперь здесь магазин Праксис. Я, конечно, вот должна тоже смотреть на время. По-моему, все это очень затянулось. Праксис, это опять-таки все для сада, для барбекю, для ремонта. Вот все аппараты, газонокосилки, вот бассейны, домики, заборы. Вот посмотрите. И опять-таки цветы. Вот, когда только приехала, никогда в Праксисе не было цветов. Теперь последние годы. Вот посмотрите. Землю вы можете купить 2 плюс 1. Хратис. Хратис, это значит подарок, даром, да. Вот посмотрите, вот что можно приобрести. Это все хорошего качества. Ну, они закупают просто в садовых центрах или где там в теплицах. То есть, все это очень-очень даже хорошего качества. И по бросовой цене, скажем так. Вот посмотрите. Сделай сам, так сказать. Помните, когда-то во времена перестройки стали появляться магазины «Сделай сам». И вот это вот тоже такого плана магазин, где вы можете приобрести очень много чего, готового, но в то же время для вашего ремонта или, если вы хотите, сделать сам. Сами. Вот, кстати, ванны. Вот у нас сейчас актуальна для нас тема ванны, душевой кабины, потому что мы планируем делать ремонт. И то есть, вот будем искать варианты, что и как. Ну, вот опять-таки полы и шторы, и вот и коврики, да, и вот что хотите. У меня, кстати, тоже есть видео из Праксиса, по-моему, в прошлом году. Ну, и, конечно же, краски. Конечно же, краски. И вот со скидками. Вот голландцы в основном, вот мой муж, покупают, смотрят, когда есть скидки. То есть, потому что так это все очень-очень недешево. Вот посмотрите цены. То есть, прилично вы можете сэкономить, используя скидки. Магазин Хема. Наверное, побыстрее. Это вот тоже такой хозяйственный магазин, но именно для кухни, для быта. Вы здесь можете купить от подушки, стула, стаканов до школьных, канцелярских товаров и для кухни, и можно какие-то маечки, рубашечки и шортики. И вот, пожалуйста, у нас была жара, и сразу же появились вентиляторы. Это один из любимейших и старейших магазинов в Голландии. То есть, нет семьи, которая бы что-то не покупала в Хеме. Вибра. Это дешевый магазин, недорогой. Если раньше он отличался низкими ценами и плохим качеством, скажем так, дешевыми товарами, как по качеству, так и по ценам, то сейчас там можно купить товары очень-очень приличного качества. И то есть, этот магазин стал уже достаточно популярен. Посмотрите. А цены все же ниже. Тоже игрушки и одежда какая-то, и какая-то посуда, и моющие, и декорации для сада. И вот опять, опять папин день нам напоминают 16 июня. Вот теперь я вижу, что 16 июня. Это получается, по-моему, третье воскресенье июня. Да, вот. И вот, пожалуйста, это уже магазин ювелирных изделий Лукарди. Вот что они нам предлагают. Вот видите, часы, браслеты. Ну, а попутно можно и маме что-то приобрести. Это же все-таки ювелирный магазин, да? Вот, пожалуйста, вот сейчас в моде вот эти вот всякие тоненькие браслетики. Вот такое. Ну, и вот здесь магазин Ауди и магазин Лидл, в которых я неоднократно вам делала видео и видеопокупок из этого магазина. Но я вижу, что мое видео уже стало очень длинным. Я постараюсь его, может быть, как-то сократить, но, наверное, уже не буду вот вам подробно показывать, рассказывать. Это вот я листаю магазин Ауди. Вот два раза в неделю у них бывают вот акции. Вот, пожалуйста, во вторник вот написано, что будет. Да, вот будут пола, шорты мужские. Ну, вот будет также. Что это такое? А, это крышка. Вот, кстати, очень-очень недорого. Soft-close туалет зитин. Это крышка, которая закрывается мягко, да, которая не падает. И вот и полотенца будут, вот и туфли такие мужские типа макосины и, как это называется? Энлехзол. Стелечки, да, вот, пожалуйста, посмотрите. А тут вот и для котов. И вот вам, пожалуйста, как есть робот-пылесос, а это робот-газонокосилка. И, конечно же, посмотрите, какая красота. Боже мой, здесь он еще дешевле. А, это поменьше, это для детей. Я здесь покупала в экшен, да, вот такого плана. И они были очень тоже в два раза дешевле, но дороже, чем здесь. Но эти, по-моему, поменьше. Это детские, а те были вот громадные. Но все равно вот отличное качество. Вы смотрите, вот будет детям чем заняться вот на воде, да, поставить, как здорово. Ну и опять-таки вот и купальники, и шляпы. Вот очень удобно, да, вот чтобы дети не сгорали. Вот, пожалуйста, здесь показано. Вот такие они, что они быстро сохнут, и в них можно и купаться, и так вот, чтобы не сгореть. Такое вижу первый раз, кстати. Надо же. И вот, пожалуйста, ну вот жара, естественно, вот посмотрите, для сада различные бассейны. Вот вы можете видеть цены, какие, да, вот, вот, здорово здесь. Это очень любят, кстати, дети. У многих есть, кладут в сад. И вот смотрите, какой бассейн, с мини-горкой. Вот для маленьких деток просто замечательно. Когда моя дочь была маленькая, мы тоже надували ей бассейн, и вот иногда вот даже вот, когда жуткая жара, но не всегда поедешь на море. Ставили бассейн, и вы знаете, в сад, потому что выехать иногда на море, вот с маленьким ребенком, нужно либо утром, либо уже после обеда, вечерком. И вроде бы недалеко живем, но когда жарко, все хотят на море, у всех одна и та же хорошая идея, и можно попасть в пробки. Ну, и опять-таки, а ехать с маленьким ребенком на час-два, не всегда это, в форстандах, как это сказать, благоразумно, да? То есть вот в саду прекрасно, и тут же ребенок поигрался, поел, поспал, и опять водичка тепленькая, и все удобно и хорошо. То есть вот, конечно, вот у кого есть дачи, да, все об этом знают из личного опыта. Ну, вот такие пляжные стулья, вот для песка, вот такие, танкини называется это, да, когда вот не только бюстгальтер вверх, а типа маечка сделана. Вот, пожалуйста, смотрите, и даже розы, вот, посмотрите, и каланхоя, и розы, и вот это вот розы обстам, как это на основе, или как на стовбуре, не знаю, как по-русски, вот забываю, как это называется, и всего по 10 евро, которые, вот очень, их можно и высадить, как в открытый грунт, но также вот оставить в этом горшке, и поставить на балконе, на террасе, то есть, где удобно. Вот для детей, посмотрите, постельные, какие прекрасные, вещи, вот, кстати, на матрас сверху ложится такой, тоже, и вот опять-таки, что тут еще у нас, всякие книжки, пызлы, то, что вот брать с собой на каникулы, в поездку, ну и вкусности, конечно, вот эти будут все скидки с 7 по 10 июня, с пятницы по понедельник, всякие вот тортики, смузи, и для барбекю, и суши, ой, очень дешево суши, всего 2 евро, ну и здесь вот-вот напитки, и пиво, и такие напитки, сладости, конфеты, и вот опять-таки, вот мне нужно посмотреть и сравнить цены, Ариэль, здесь 9 евро на 46 стирок, и надо посмотреть, что же там в блокере будет, и вот такие пола будут, и футболки, мужские, вот опять-таки, да, предлагаются как на подарок к папиному дню, и почему бы нет, и кстати, это не плохое, это хорошее качество, вот какая там фирма, и 27 евро, я хочу сказать, это не дешевое, потому что в Ауди можно и за 10 евро купить пола, то есть это какая-то вот известная фирма, где она указана, я так сразу не вижу, что это, и футболочки, тоже, кстати, неплохого качества, 20 евро, это тоже не дешево, хочу сказать, для Ауди, но очевидно, какой-то бренд, вот такие, собственно, и тут Лидл, я уже, наверное, просто вам, ой, просто вот пролистаю, что у нас будет в Лидле, потому что слишком длинное видео получится, посмотрите, какие будут и самолетики, и дроны, пожалуйста, и вот уже все-все-все для лета, для спорта, для игр, вот различные игры, опять-таки одежда, вот как для дам, смотрите, платье, футболки, ну, в общем, я жду ваших комментариев, хотите ли вы иногда такие видео, потому что я когда-то делала, и вот хотела спросить, стоит ли, интересно ли вам, вот посмотреть, что бывает, по каким ценам, для сравнения, вот такие рекламки, вот посмотрите, так что жду ваших откликов, ваших комментариев, пожалуйста, поактивнее, вам не трудно, а мне приятно, сделайте мне, пожалуйста, такое одолжение, буду очень рада, вашим советам, рекомендациям, отзывам, и пожеланиям, адекватным, естественно, да, ну, у меня, я хочу сказать, очень-очень приятная публика, адекватная, я вот просто этому очень и очень рада, большое вам спасибо, всегда рада вашим комментариям, просмотрам, и вот знаете, вот иногда, вот даже вот мои родственники говорят, я видела это видео, я говорю, почему ничего не написала, да не знаю, не знаю, что написать, не придумала, ну, поставьте хотя бы смайлик, ну, поставь хотя бы смайлик, таранам, или что-то там, откликнитесь, а, напишите, привет, я видела, да, или там, пожалуйста, мне очень приятно, и опять-таки, да, сказать честно, это и приятно, и это поднимает видео, то есть, чтобы другие его смогли увидеть, я это, об этом говорю не ради денег, да, потому что деньги получают те, кто загружает рекламу, у кого там, ну, надо хотя бы иметь, хотя бы около, там, десяти тысяч подписчиков, чтобы получать хотя бы каких-то, я не знаю, каких-то восемьдесят, сто евро в месяц, я ничего не получаю, канал не коммерческий, я делаю это в свое удовольствие, и вы можете тоже понять это, потому что, когда у меня нет вдохновения или желания, это я не делаю видео, а только тогда, когда хочется, и, конечно же, для меня очень-очень важна обратная связь, потому что тогда я вижу, да, что люди смотрят, людям интересно, я понимаю, что не каждое видео, каждому интересно, иногда проматывают, я сама тоже проматываю, когда что-то смотрю, какие-то кусочки, что мне неинтересно, допустим, смотрю не все подряд, да, зависит от настроения, вот рецепты, допустим, я смотрю в основном тогда, когда я ищу какой-то рецепт, я не смотрю постоянно вот рецепты, ну, вот как-то так, то есть я буду очень рада вас слышать и видеть, что вы видите, а теперь всем пока, желаю вам хорошего настроения, отличных покупок, у меня здесь, конечно, вот остался еще очень интересный журнал, и вот если вы хотите, напишите мне, делать такие обзорчики или нет, интересно вам это или нет, и я учту ваши пожелания, вы видите, это журнал из того центра, куда я вас частенько с собой беру, а теперь пока-пока, и до следующего видео, жду ваших реакций, комментариев.